МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Евгений Зубачёв. Его сегодня всё чаще называют русским Робинзоном. Здравствуйте, Евгений. Ну, действительно, мы о вас знаем вот именно так. Трое суток вы провели на необитаемом острове. Конечно, нам хочется знать подробности и понять, каким же образом вы туда попали. Потерпел кораблекрушение, если можно назвать кораблём, конечно, яхтой. Вот оказался на острове. Вышел с Токгольма, должен был идти на Тенерифе. Промежуточная точка у меня была в Берххольм. Надвигался шторм, вернее, усиливался уже. В этот момент уже был во всём. И до Берххольмана нужно было идти примерно 16 часов ещё. А так как была небольшая течь в лодке, то решил уйти в Марину и разобраться. Потому что с Течи в одиночку ещё и шторм. Некогда было разбираться, был за штурвалом. И уже на подходе в Марину, к Марине, вернее, там осталось буквально 2,5 мили. Отказала навигация. Видимо, сказалась, наверное, вода, которая оказалась в Тюйме. На тот момент уже было порядка 7-10, наверное, сантиметров над полом в лодке. И, собственно, ночь. Такая потом тёмная-тёмная ночь, потому что шторм, естественно, ни звёзд, ни никаких других огней не было. Потому что ветер сильный, там до 30 метров на порывах был. Волна соответствующая. И влетел на камень. Собственно, попытался подать сигнал бедствия, но второй волной, вторым ударом у меня раса ушла под воду. Потому что лодка легла на правый борт. И там, собственно, вся эта шторманский стол и вся эта история с рацией и прочим была там. Не стал дожидаться третьего удара. Выскочил и, держась за грот-офал, это конец, который поднимает парус, грот. По матче забрался на камень. Ну, собственно, всю ночь провёл так. Делал всякие физические упражнения, чтобы кровь разогнать. И ждал рассвета, прикидывал так, когда у меня хватится. Вот так оказался на острове. Вернее, так оказался на камне. На острове я оказался уже на следующий день. Ближе к вечеру. Рассвело. Камень оказался где-то, наверное, метров 100 примерно в длину. Метров 25-30 в ширину. Такой небольшой. Полностью обдувался. То есть там ни питьевой воды, естественно, ничего не было. Единственное, что с лодки... Камень был немножко расколот, и там ложбинка образовалась. И в эту ложбинку таким природным конвейером с лодки волной меня загоняло. Частично. Вот так баклажку с солярками принесла. Два пакета Роллтона. И еще что-то... Ну, мелочи всякие. Еще обломки. И стоял на этом острове. Холодно, жутко было, потому что мокрый. Все это... Шторм еще не утихал. Ну, вот так он, тихонечко, полномерно утихал. Наверное, окончательно. Часом, наверное, 4-5 только дня. Стоял и прикидывал шансы, когда будут спасатели, где они искать будут. Потому что связывался в последний раз далеко от того места, где я потерпел украшение. Ну, и к вечеру уже, когда я понял, что, наверное, спасатели так быстро не придут, на тот момент уже усталость все равно накапливается. Думал, лучше... Вдалеке был остров. Такой с лесом. Такой симпатичный островок. Я еще надеялся, что там могут быть люди, потому что зачастую в Швеции есть острова, где шведы строят типу дачи и там обитают летом или приезжают на зиму. Такие сторожки. Ну, в любом случае, даже если бы не было людей, но была бы сторожка, все равно шансы согреться были бы намного выше. И принял решение переплыть на этот остров. Какое расстояние было до острова? Ну, так примерно. Не знаю. Мне что-то казалось, оно не очень большим. Шведские спасатели сказали, что порядка трех километров. И, честно говоря, что-то мне кажется меньше. Мне казалось, меньше значительно, когда я прыгал в воду. Казалось, в бесконечности, когда я туда плыл. Потому что все-таки плыть был очень тяжело. И вода холодная, и волнение, она еще окончательно не успокоилась. И все-таки как-то все это... Плюс в одежде. Я был в спаджилете, чтобы держаться на плаву. Но, тем не менее, я держу, она как-то тормозила движение. Вот. Не знаю, путь вообще вечностью показался мне до этого острова. Очень интересный момент. Приплыло уже силы на исходе. чтобы забраться там. Камни же везде. Забираюсь на этот камень. И у меня волной так вообще слезала. Еще скользко все-таки. Я второй раз. У меня опять волной вообще слезал. Думаю, что же такое. И с третьей попытки забрался на этот камень. Вот. И, собственно, уже был на острове. Ну, и все-таки на острове не оказалось ни людей, никаких осторожек? Нет, не было. Не настолько большой остров, который, как мне казалось, начально. Вот. Ну, тем не менее, там лес был. Были ягоды. Там оставалась клюква. Немножко шповник, кстати, было еще. Вот. Грибы были. Ну, и самое главное, там вода была. Были небольшие ложбинки, где был мох. И там сверху была питьевая вода. Каким образом вы пытались привлечь внимание спасатели? Во вторую ночь прилетели беспилотники. Они нашли корпус разбитой лодки. Вот. И я надеялся, что все-таки все, сейчас будет спасение. Ура-ура. Я, наконец, согреюсь. Вот. Они полетали вокруг того камня и пошли по следу, потому что разбитые деревяшки и прочая ерунда с лодки, она уходила туда, глубже в море. И пошли по следу и искать меня туда. Я, к сожалению, остался в своем дело, стоял. И было очень обидно. Досадно. Я все-таки надеялся, что, может быть, меня заметили, так как ночь, то вертолет с утра прилетит. Нет, с утра этого не случилось. Вот. И тогда я принял решение выкладывать какую-то более надпись. не выложил сначала надпись «СОС». И она получилась очень коряво, непонятно. Во всяком случае, мне так показалось. Выложил. Переделал, сделал надпись. Бегал в лес, собирал мох и из этого мха выкладывал. То есть, в итоге спасатели именно эту запись, надпись увидели, да? Да. Реклама двигателя, да? Слушайте, вы так весело об этом обо всем рассказываете, смеетесь, но тогда-то, наверное, действительно было не до смеха. Это было на работе без отпуска. Отдохнувшие. Ну, какие у вас мысли вот на тот момент в голове были? Не знаю, вспоминали Робинзона Круза? Не. Ну, если проходить... Собирались строить какой-то домик себе, добывать огонь. Если проходила ассоциация, то, наверное, больше с декабря, когда выживший в этих, в холоде он там носился тоже. Да, на третью, третью ночь была очень холодная. Я же пытался как-то... Третью ночь я уже собрал ветки и лов их наломал. Сделал себе подобие кровати. Вот. Ну, сделал рядом с надписью, потому что, если что-то кого-то увидел, то мог оперативно подать сигнал какой-то. Вот. Было очень холодно. Или прям... Вот. Поэтому так и не получилось меня заснуть. У меня как-то это... Прямо все белое дрожь. И тогда я понял, что надо во что-то не стало добывать огонь. Там и раньше были какие-то попытки, но такие они... А тогда пришло четкое осознание, что надо или огонь сделать, или нам уже будет. Вообще все печально. Ну, и, собственно, начал с рассветом этим заниматься. Собрал бересты, сухые листвы, ну, веточек сухих. И начал тренинг добывать. У меня не получилось. Я такой был очень мотивированный в этом плане. Мне надо было очень добыть огонь. Как бы я ни старался, у меня ничего не вышло. Вот. Затем я нашел, когда ходил по острову, нашел прибитую старую бутылку. Она такая прям вся зеленая была, все же это, видимо, древняя-древняя. Вот. Отмыл ее и заполнил водой. Но, к сожалению, было пасмурно и не получилось с помощью линзы это сделать. Вот. Но на третий день, прям где-то, наверное, часиков в осень пролетели два истребителя. Я обрадовался, думаю, это, наверное, учение. И сейчас за это может быть и меня убедят. Вот. Оказалось, шведские власти развернули полномасштабную операцию спасательную. Вот. Они подняли флот, авиацию и прям спасибо огромное. Не ожидал, что ни одного человека могут столько шума поднять. Вот. И, собственно, где-то часам к трем, к четырем, к четырем, меня это нашли. Ну, вас куда потом? В больницу, наверное, сразу доставили? Да, в госпиталь. Меня доставили в госпиталь. Очень интересно, там у летчика подруга, она оказалась из России. Вот он позвонил ей, и первый переводчик это была девушка летчика. В начале этой истории вы собирались уходить в кругосветное плавание. Вообще, с какой целью вы туда собирались и как настрой никуда не делся после такого? Я вообще люблю путешествовать и люблю парус, море. Мне нравится привлекать людей. Знаете, когда вот эти эмоции, человек первый раз на яхте, и тут с коленом градусов по 30-35 под парус, на всех парусах несешься, сзади шипит все аж, только ветер, волна, и кайф необыкновенный. И люди, кто первый раз бывают на яхте, они же прям глаза аж круглые, такие довольные. Все в восторге. Точнее, дорогого стоит. Ну, а сама цель вот этого кругосветного путешествия вы уже туда один отправились? Я должен был отправиться с приятелем, но в последний момент мы даже долетели до Стокгольма, даже закупались. Но у него дела были в Москве, пришлось отъехать. А это было бы первое ваше кругосветное путешествие, где уже нет? Кругосветное, да, конечно. Первое. Ну, а с какой целью? Просто, чтобы потом сказать, я обошел вокруг света? Нет, мне кажется, надо удовольствие это получать в процессе. Каждое место, оно очень приятное. И каждый уголок у нас на земле, он такой индивидуальный. Даже вот взять тот же наш русский север, он кажется там тундрой и ничего больше, там камни пустые. А там тоже очень здорово. В Швеции очень много красивых мест, тоже красивые острова. То же самое, как и на Средиземке, там своя красота. В Атлантике, там свой кайф. Это все опыт, это все интересно. То есть, изначально вы просто хотели насладиться красотами нашей земли. Правильно? А теперь, после того, что с вами произошло, каким-то образом цели установки поменялись, вы все еще вообще собираетесь в кругосветные путешествия? Хочу не просто насладиться красотами земли, я хочу как-то еще и повлиять на то, чтобы они дальше оставались красотами. и сидя там на этом острове интересном, мысли приходили, что как-то человек природу губит, она не враждебная нам стихия. Это просто нам кажется, что вот там дикая природа, там все зло. На самом деле, нет, абсолютно не так, даже вот живой пример. Элементарно немножечко подойти с фантазией, ко всему. Ягоды, пожалуйста, грибы. Я думаю, даже тот же огонь бы я развел и тоже жилище, если бы совсем уж в каком-то крайнем варианте, может быть, даже и сделал, постарался бы. Ну, если будете двигаться, свой путь начинать будете откуда-нибудь где потеплее? Я сейчас пока остался без лодки, все будет зависеть от того, где я возьму лодку. Поэтому тут открытый вопрос, поэтому, скорее всего, все-таки это будет Европа. Что ж, Евгений, большое спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти. Очень рады знакомству с вами, рады, что все завершилось благополучно. И в дальнейшем мы вам желаем удачи, надеемся, что в кругосветное путешествие вы отправитесь, и все ваши цели будут достигнуты. Спасибо. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова